Первое открытое занятие Первая тема непрерывность функции. Цель преподавателя создание условий для успешного усвоения учащимися понятия непрерывности и точек разрыва функции в творческой символизации студентов. Главная проблема занятия. Что такое непрерывность? Какова классификация точек разрыва? Какова роль непрерывности в различных процессах природы общества? В круг реальных объектов предлагаемых это непрерывность функции и точки разрыва. Способы деятельности педагога по отношению к выбранному кругу реальных объектов. Увлечение всех студентов в процесс изучения математического понятия непрерывности и поддержание в интересах теме занятия. Целеполагание. Целеполагание мы выбрали таблицу, рекомендованную нам, которая состоит из трех столбцов. То есть отделение знаний от незнания, я знаю, я не знаю и главное, что я хочу узнать. Постановка проблемы. Преподаватель рисует на доске график непрерывной функции и графики функции, имеющие точки разрыва разного рода. После этого он задает вопросы. Как будет вести себя превращение непрерывной функции при стремлении к превращению аргумента к нулю? Что можно сказать о пределе непрерывной функции в точках разрыва? Эти вопросы направлены на то, чтобы подтолкнуть студенческую аудиторию к выполнению следующего задания. Отвечая самостоятельно на поставленный вопрос, студентам предлагается найти три отличия в поведении функции в точках разрыва от поведения непрерывной функции, выписать не менее двух свойств, которые, по мнению обучающихся, присущи каждому типу разрыва функции, дать свое аргументированное определение непрерывности функции в точке, придумать способ преобразования разрывной функции в непрерывную. Далее преподаватель демонстрирует математические аспекты непрерывности, например, в виде презентации. Это ознакомство с культурно-теорическим аналогом. После этого идет обсуждение результатов выполнения задания и соответствия представленному преподавателем материалу выполнения этого задания. Рефлексия мы выбрали, классическую рефлексию, которую получили возможность изучить ранее. Дальше формы контроля и оценки результатов. При оценивании в общенах образовательных продуктов учитываются, на наш взгляд, научность, оперирование научными понятиями, категориями и так далее. И четкость, агументированность, полнота ответа. При этом учитывается уровень доказательства личной точки зрения студента с опорой на концепции, теории, факты и использование дополнительных материалов. И последнее это контрольно-оценочное задание по поделению уровня компетентности обусеющимся. Это будет уже как домашнее задание. Назвали его «Разрыв бояться или стремиться» и предлагаем его в такой форме. Неприналность играет большую роль в живой обществе, изучив понятие неприналности и точек разрыва функций. Вы помните следующее задание и ответьте на вопросы. Какую роль играют разрывы разного рода в экономике, политике, социальной жизни, общественной жизни, физиологических и психических процессах человека? Приведите примеры таких разрывов. И третье, в каких ситуациях, процессах явлений, на ваш взгляд, предпочтительным является постепенное движение, а когда скачкообразное? И выполнение этого задания рекомендуется представить в виде, то есть не рекомендуется, а даже требуется, в виде математического эссе к следующему занятию. Это первое наше занятие. Давайте мы сразу на нем вот и остановимся. А в чем вы видите сами вот слабые места в вашей разработке? Ну, наверное, вот в том блоке, которое... В формулировке или в той подаче задания студентов, которая была сформулирована. А вот давайте вернемся на начало, если у вас действительно момент. Еще, пожалуйста, вопросы. В самом начале, если... В самом начале, там были говорили о способах преподавания. Создание, вот цель преподавателя, создание, давайте мы о цели будем плясать, да, создание условий для успешного усвоения учащегося, понятия непрерывности и точек разрыва функции творческой самореализации студентов. Я бы сказал, здесь две цели. Традиционная и творческая. Создание условий для успешного усвоения учащимися понятия непрерывности. Это закрыть аудиторию, создать тишину. Может быть, наушники, музыка. И мы получаем условия для успешного усвоения. То есть извне берем какие-то готовые уже формулировки понятия там закономерности и превращаем это в внутренний. Обычный традиционный вариант. Творческая самореализация – это другая цель. Вы две цели поставили фактически противоположную в одну копилку. Правильно? Ну, да. Главная проблема занятия – понятно. Круг реальных объектов. Я бы, например, сделал, предложил бы просто фундаментально. Функция точки разрыва, например, функции. Или вообще одна функция. У нее есть много аспектов, естественно. Это более общая. Более общая. Давайте дальше. Следующий. Пока тут у нас идет. То есть цель преподавателя ставит фактически два разнонаправленных процесса в один блокон. Способы деятельности. Вовлечение всех студентов в процесс изучения. Поддержание их интересов. То есть здесь мотивация. Но цель как педагога – вовлечь всех студентов в процесс изучения. Правильно? Вот традиционный мат-анализ, первый курс идет, там, да, теории непривности функции. Понятно, что задача вовлечь всех студентов – заинтересовать их. То есть способ деятельности традиционный. Согласен? Да. Целеполагание. Цель – хорошо. Вот очень удачно. Я знаю, я не знаю, я хочу узнать. Но я, например, себе сразу пометил, что цель только лишь затрагивает познавательное. То есть, понимание. А если у студента есть еще, например, другие цели при изучении этой темы. Он, например, может быть, лучше хочет понять, как устроен, там, я не знаю, его дом, исходя из знания вот этой вот темы, да, непривности функции. Это не только уже, наверное, цель судубо предметно-познавательная. А эта цель, например, может быть где-то и личностная. Он себя хочет в душе узнать, да? Он хочет что-то, связанное с его дыком, с каким-то обустройством. Вот. Вот это такой момент. То есть, как пример познавательной цели, замечательно. Вот у меня вообще вопросов нету. Правильно, понятно, четко. Но мы сужаем значительно варианты для постановки других целей. Мы можем дополнить вопрос. Можно. Согласен. Вот это и нужно будет сделать. Постановка проблемы. Пять минут. Так. Хорошо. А вот следующий, вот, уже непосредственно самый главный этап, вот, по тому, что предлагается студентам в качестве, ну, основного задания для исследования вот этого объекта функции, да, или непрерывности функции. Собственно говоря, а в чем здесь будет заключаться, я не знаю, вот, самодеятельность студента, найти три отличия в поведении функции. Вот, я себя ставлю на место студента, где я должен искать три отличия в учебнике, на сайте, покопаться в своих прошлых знаниях, как я их найду, где алгоритмичность какая. Значит, как нам представлялось, до этого мы, графический материал был представлен. А где это есть? А вот, и под это рисует на доске, график импровенной функции, график функции, точке разрыва разного рода. До этого и задает пару вопросов, которые должны натолкнуть, как бы, чтобы искать в нужной области, чтобы... Понятно, но у меня, у меня вполне законный вопрос. Информация по теории непрерывности функции по теме, она была в виде лекции, например, студенту дана или нет? Значит, до этого он, он знаком с понятием предела, вопросы натолкнули его, в какой области ему нужно свою мысль пустить, и дальше только в знакомстве с культурно-историческим аналогом дается, ну, уже четкое математическое. Вот я эти вопросы не просто так задаю, да, потому что мне, как студенту, это непонятно. Выписать мне нужно не менее двух свойств, которые, по мнению обучающихся, присущи каждому типу разрыва функции. И подаватель рисует функцию, там, точки разрыва первого рода, второго рода. Студент этого не знает. Как он может найти умение двух свойств, то есть это уже предметное знание. Вот это ответ на вопрос, который задавался в отношении того, что, может быть, для ограничения юристики, если есть те предметные сведения, которые должны быть просто переданы, транслированы, их надо передавать, транслировать. Потому что в данном случае не придумает студент классическую математическую теорию на голом месте. Либо он может к ней подойти, составить свое предложение. У вас есть замечательный, но не раскрытый до конца, потенциал межпредметной здесь связи. Там что-то про географию, экономику, про общество. Ну, это в конце, да. Вот было бы, наверное, гораздо более, опять-таки, я смотрю как студент, более гораздо понятнее. Я не знаю ничего про непрерывность функции. Вот я пришел, мне вообще неинтересна математика. Ну, тут пришел, мне что-то здесь надо делать, да. Когда я читаю, найти три отличия в поведении функции, у меня взгляд завтра, вот тут вообще в окно. Выписать не менее двух свойств, а где их выпишут, да, какие-то мне тут не увлекают, честно скажу. Может, я такой же, но не родился, не знаю. Но, если мы, например, сформулируем, то есть вот это не задание, это скорее пункты для выполнения, да, студенту. В классической традиционной системе. И мы прочитали лекцию, а дальше проверочное задание. Как его усвоил, найти три отличия, выписать не менее двух свойств. То есть, содержание и форма представления задания самого, не дает возможности для самораскрытия студенту. Ну, вот, на мой взгляд, здесь нужно или знать, или не знать, понимаете. А вот, если бы вы, например, взяли и переформулировали задание, это сложный пример, это математика. Здесь просто так на пустом месте ничего не сделаешь. А вот, если бы мы, например, переформулировали задание, как там реабула была бы, например, известная вот в математике теория функции, да, функция, это какая-то, описывает какое-то действие. Функции, как и действия, могут быть разные. Действия могут быть в жизни человека, в обществе, в самых разных сферах. Например, найдите три сходства и три различия в непрерывности функции и, например, в какой-то сфере в обществе. Но для этого вы вначале даете, что это за непрерывность функции. А дальше тема развивается студентам в направлении свойств, типов, там, функций, да, пределы, там, сходимости, вот, что-то я там помню, да, над анализом. Вот тогда, через осмысление своей личной жизни, вот вам мотивация появляется. А как-то мне действительно надо проанализировать. А что же у меня в жизни, вот, в разрывах происходит, вот, с сегодняшнего утра? Что у меня непрерывно, а что не непрерывно? Можно ли это вообще сопоставлять с математикой? Нельзя ли это сопоставлять с математикой? Но через реальный объект и через реальный интерес мы приходим к, для студентов, пониманию, что вообще такое есть разрыв функции. А не ставим его перед фактом найти три отличия вот на основании графика. То есть, все равно, у вас, я бы так сказал, полузанимательная, но традиционная форма вовлечения студентов в деятельность. А дальше, ну, дальше понятно, что он действительно демонстрирует. Может, это может быть презентация, может быть слайд какой-то. То есть, вы выбрали сложный объект на самом деле, но этот сложный объект, либо его надо разбить таким образом для изучения, что вначале вы все-таки какую-то информацию даете студенту, сложную, потому что, ну, не каждый далеко, глядя на график возьмет и найдет свойства функций, или какие отличия в наведении функций. Предметные знания должны здесь быть. А вот уже дальше самореализация может быть в том, чтобы действительно провести какие-то параллели, да, провести аналогии, чтобы студент лучше узнал жизнь вокруг себя через предмет математика. И математика тоже при этом бы выиграла с точки зрения, ну, познавания. Ну, тут еще наши, вот теперь, вот как я вижу, то есть, хотелось совместить, возможно, не совсем удачно совмещающиеся вещи. То есть, не математику как не основной предмет, и математику как основной предмет, где знания уже априори глубже. Совершенно верно. Из этого вышло вот такое задание, и это было, видимо, неправильно. А тут еще хотел... Тут нет ни неправильных заданий, это ваша версия, она имеет право на существование, вот давайте мы категории правильно-неправильно забудем. Я просто рассуждаю в отношении чего? Как такового первого задания, я его вот у вас не увидел. Ну, я понимаю. Знаете, у вас идет набор предписаний студенту, что надо сделать. А вот последнее задание, оно при доработке, вот, так сказать, контрольно-оценочное, да, оно вполне могло бы быть первым заданием. Оно шикарное у вас по идее самому. Оно действительно раскрывает кругозор, и это не развлекательная какая-то часть. Вы через изучение жизни... То есть вы даете студенту теорию по математике, но математику вы дальше раскрываете через реальную жизнь. В таком случае, наверное, будет лучше, если мы это задание перенесем сюда, а здесь... Здесь как-то это задание, совершенно верно, да. А здесь просто еще предполагался вопрос, что человек должен привести примеры, может, вот, за последнее какое-то время своей жизни каких-то разрывов. Совершенно верно. И разрывы этих, ну, безусловно, то есть нет уже четкой фабрировки, пока не увидена она. Будет ли это для него... То есть были ли они для него плюсом, или были ли они у него минусом в жизни? То есть проанализировать, хорошо это или плохо, в общем-то. Или еще лучше сформулировать свои точки разрыва, там, опять, и первого, и второго рода, реальность жизни. Вы приятный пример, да? Ну, за какой-то последний год. Да. Значит, не знаю... Ну, давайте дальше. Вторая у нас педагоги. Напомню, все. Педагоги, опять же, механика математического факультета, ПГУ, третий курс специально с математикой научно-педагогической деятельности. Раздел «Педагогические технологии в образовательных процессе» и тема занятия «Перевернутое обучение. Сущность и технологические этапы реализации». Цель – способствовать освоению студентами знаний о сущности перевернутого обучения, владением технологическими основами его реализации на уроках математики. Тип, здесь добавлено, тип занятия, практическое и реалистическое занятие, комбинированное типа, сочетающего все приведенные ниже элементы. Главная проблема – каковы отличительные характеристики перевернутого обучения, как его внедрять в уроках математики. И круг реальных объектов предполагаемых – это ОМК и образовательные ресурсы. Способы деятельности преподавателя по отношению к выбранному кругу реальных объектов. Разворачивание проблемной ситуации, стимулирование мотивации студентов, проведение беседы, организация просмотра проблем. Это, да, то есть перечислены все виды деятельности, которые здесь будут реализованы. Здесь немножко другая последовательность, то есть реалистическое задание вынесено, просто реформировка вынесена в соответствии с институтом. Хорошо, да, я понял. Посмотрите и проанализируйте видеофрагмент перевернутого урока, дайте определение понятию перевернутое обучение. Но только это эскиз, сразу давайте наговоримся, эскиз открытого задания, потому что в данном случае оно не совсем по соответствует... Да, 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 да. То есть все-таки тут какая-то должна быть преамбула, и, например, дайте там свое определение на основе того-то, того-то. В годной части, да, отсутствует. Не только. Что успели. Но мы целеполагали там в годной части. Нет, ну может быть, но в любом случае, если мы задания, то задание у нас ориентировано на что? На какой-то алгоритм выполнения. Вот в данном случае ее деятельность это дать дефиницию определения понятия перевернутого обучения, но на основе того-то вот этого-то, то есть алгоритмичность. Да, хорошо. Объединившись с командой по 3-4 человека, проведите сравнительный анализ традиционного и перевернутого типов обучения по следующим основаниям. Основания перечислить и ниже. Ответы, выработанные, занесите в таблицу определенного названия. Определите 4 универсальных технологических этапа реализации перевернутого обучения, которые будут применяться в учебном статусе, независимо от учебной дисциплины. И высвечиваются, или вывешиваются таблицы с материалами. А изначально вот может взять там студент, предположим, посмотреть вот эти 4 универсальных технологических этапа, где-то в интернете, в учебном кем. Есть ли они сформулированы? Дело в том, что нет, он должен... Или он сам вывести. Он должен, вот как он это понимает, да, сам... А если он 5, он определит, или 3? Вот, я почему и говорю. То есть, может быть, есть смысл тогда не задавать заранее вот какую-то рамку здесь, да, именно 4. Я не знаю, может 4 это эконом, может быть. Но пусть это потом преподаватель скажет, что есть вот такой-то аналог. А в качестве, например, задания можно было бы взять и, например, сказать, проанализируйте, может быть, даже свой опыт, да, или там вот что-то предлагается, какая-то презентация, видеосюжет. То есть, определите, например, там, ну, не менее, да, не менее, там, трех, да, там, да, не менее, то есть, уйти надо в жестких каких-то рамках, там, вот, не менее трех отличительных особенностей, которые выделяют, вот, токульта технологий, вот, традиционного токульта. И просятся еще, вот, как у меня, мне было бы интересно, ну, не знаю, может, только мне, но, потому что студенту тоже. Например, возьмите и, как бы, проанализируйте, насколько ваш опыт обучения, вот, соответствует, вот, основным, там, традиционным и нетрадиционным методикам, да, в частности, перевернутому обучению. То есть, свое личностное отношение через себя возьмите, вот, и определите, что бы вам хотелось, может быть, это отдельное даже задание, сформулируйте свои вопросы, там, преподавателю, да, для того, чтобы вот это было использовано там-то, там, ну, там. Ну, так-то так. Но принцип понятия учебного. Целеполагание. Идет вводная часть в современной кузовской школьной практике, широко используется переговорное обучение, и предлагается студентам определить свои цели изучения дисциплины. Вот это вот и есть преамбула, кстати, в задании, на которое... Постановка проблемы, что такое переговоротые обучения, какие технологические этапы, каковы условия внедрения в период обучения, на его как математики, в виде эллистической беседы. Значит, изучение реального образовательного объекта по выполнению, выполнение эллистического здания, которое было сформулировано уже... Понятно, да. Значит, заказы с культурно-историческим аналогом, работа студентам групп над статьей перевернутый урок. Далее идет демонстрация сравнения образовательных продуктов. Собственное определение, отличительные характеристики они сравнивают с культурно-историческим аналогом. Согласен, оно вот сравнение происходит молча за партой, вот они вот у себя имеют каждый свой вариант, ну, не менее там трех, да, отличительных признаков. И статья вот там автора, где нужно выяснить степень отличия, степень сходства того, что я сделал и что сделали до меня ученые. Или же это может быть в качестве все-таки вот... Осуждение активное идет. Вот, я почему не спрашиваю. Либо это тогда занятие в форме уже диалога какого-то, да, и где-то есть те, кто отстаивает позицию там такого-то вида лечения, а этот такого-то. То есть форма самого сравнения какова? Идет обсуждение группы. А группы до этого разбиваются? Да, по 3-4 человека это было написано в задании. Хорошо. То есть тогда это групповой формат, да, а метод это уже, ну, группа-то взялок. Хорошо. Валерий Лоб. У нас Валерий Лоб. Сейчас. Рефлексия будет называться свободный микрофон. Предлагаются вопросы для аудитории и кто готов, тот отвечает на эти вопросы. Ну, здесь вы так, микс, микс сделали, объединили предметные вопросы с определенными личностями. Да, 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 здесь уже формы контроля для выполнения тестовых заданий, в том числе на понимание и применение в незнакомой ситуации, взаимопроверка и взаимооценка этих задач. Ну, вот надо было бы задание написать, чтобы было более четко, понятно. Контрольно-оценочное задание во время педагогической практики, то есть это будет не прямо урок, а через какой-то конкуренток времени, они получают задание по проведению перевернутого урока по математике. И форма отчетности, составление экологической карты. Проанализируйте, там, последние три дня, грубо говоря, да, где у тебя были элементы перевертывания на занятия, разные преподаватели есть, а где традиционная система обучения. Что это для тебя лично дает перевернутое обучение, да, как оно вообще для тебя что-то развивает, особенно на уроках математики, если тема такая выбранная. Обоснуй свою точку зрения, а почему, то есть если это все-таки педагогика, то там должно быть, естественно, осознание способов, скажем, организации учебной деятельности и многие другие вещи. Вот тогда это, понятно, школьник, или там не школьник, а студент, он будущий учитель, он определяет свою практику и сам для себя определяет, узнает, что такое перевернутое обучение, как оно соотносится с классическим вариантом и как это для него все-таки вот личностное, его отношение, оно хорошее или оно там, что оно ему дает. Тогда это мотивация в полной мере. Капультет представлял математиков, факультет представлял физиков и химиков. И мы за время своей работы постарались максимально объединиться, то есть не так часто мы встречаемся в одной аудитории за одним столом и постарались найти общие точки соприкосновения для того, чтобы сформулировать тему междисциплинарного характера, которая была бы интересна на уровне либо студентов старших курсов, либо на уровне магистрантов и эспирантов, студентов трех специальностей. Итак, наше название «Оптимизация состава многокомпонентного крема при помощи нейронной сети» производит. Понятно, что в чистом виде, наверное, достаточно вольное название для строгих университетских курсов, но тем не менее мы ожидаем, что оно оказалось бы интересным для, в том числе, внешних слушателей. Так, прошу перейти к следующему слову. Так, извините за задержку освоения. Итак, первое занятие относится напрямую к химическому факультету. То есть мы назвали, не назвали, а такой предмет читается на курсе «Фармацевтическая технология». И мы его предлагаем, во-первых, студентов этого курса, это четвертый курс, мы указали магистранты, в том числе магистранты могут быть чуть шире по специальности. Изучаемая моя тема, основа – это технология мягких лекарственных форм. И, соответственно, преподаватель должен пояснить терминологию, пояснить область исследования, в которой все это находится, и, по сути, сформулировать главную проблему занятия. Понятно, что цели полагания, которые здесь обязаны быть, и мы с него должны начинать, это обратить внимание аудитории и показать, наверное, интересную составляющую для того, чтобы сфокусировать внимание на преподавателю. И эта составляющая однозначно должна быть связана с типом студентов, которые находятся перед нами. Если перед нами находятся наиболее сильные студенты, наиболее знающие на курсе, которые стремятся получить хорошее образование, то, возможно, наше начало должно звучать примерно так. А как нам получить десятку? А если речь идет о том, что мы имеем дело не с отличниками, но с хорошими и талантливыми студентами, то способами привлечения внимания могут быть вопросы простого типа, которые, может быть, даже лежат несколько в стороне от изучаемой темы. И эти вопросы могут быть, вот, а как мы принимаем решение? А как мы совершаем выбор в нашей жизни? То есть, каково место случайного или последовательного набора действий вот в таком процессе? И мы пытаемся вот показать, как проблема выбора решается в конкретной задаче. И фактически, как любая задача, она начинается, может быть, чуть-чуть с грустных или не очень интересных вещей. То есть, мы должны выявить объекты, с которыми придется работать. Естественно, научная дисциплина. Студентам приходится осваивать не только методы и методики, но осваивать, в том числе, и оборудование и технологии. И мы в качестве основной проблемы занятия показали, что вот исследование физико-химических свойств и биологических действий реальных прямов или вновь созданных, это достаточно трудоемкая, может быть, достаточно нудная задача. Но она способна приводить к удивительным результатам и удивительным эффектам. Соответственно, круг реальных объектов действительности, с которыми будут работать наши студенты, это, в первую очередь, лабораторное оборудование. И мы ориентированы данным занятий на практический тип занятий. Это оборудование висквазиметр, то есть весы, мерные цилиндры, пробирки, палочки для смешивания предметов и стекла. И в том числе, компоненты, которые будут составлять основу клеем. Можно я на минутку здесь принесу рассуждение? Круг реальных объектов действительности. Это должен быть один, максимум два объекта, на которые направлены действия по предмету. Я не думаю, что вы измеряете вязкость, жидкости, или растворов, поэтому висквазиметр, тем более весы. То есть вы собрали здесь все эти вещи, предметы, с помощью которых вы будете проводить эксперимент. А реальный объект действительности, это то, что изучается в данной теме. Я так понимаю, в данной теме изучается, например, строение структура крема, какого-то, крема вернее. И влияние на него там каких-то еще, может быть, факторов. То есть тогда это крем или вещество. Но в данном случае это не объекты, это предметы для того, чтобы облегчить процесс изучения объекта дистанции. Объектом у нас является крем. То есть объект... Что еще? Этот объект будет непосредственно формироваться самим студентом. Это понятие на сегодняшний день достаточно широко трактуемое. И речь идет о том, что в течение этого занятия студенты будут получать свой собственный крем, имени себя. Значит, крем. У вас один объект или крем, и все остальное вспомогательное. Все остальное вспомогательное, да. Но в процессе, конечно же, проведения занятий придется остановиться на этих, в том числе, дисказиметрах, и с них есть. Правильно, но это средства. Да, это средства. Хорошо, я согласен, абсолютно. Какие задания получают студенты и пример их выполнения. То есть для того, чтобы составить крем на основе заданных компонентов и оборудования, студенту необходимо будет предложить метод дозирования вещества. То есть каким образом, то есть какое минимальное количество компонентов будет использоваться. То есть какое количество кремов на основе такого метода дозирования может быть получено. И, соответственно, необходимо будет составить свой крем. При этом студенту предлагается выбрать свой способ действия. То есть, в принципе, даже случайный подход к составлению крема допустим в этом задании. А это означает, что случайный выбор, в том числе, может оказаться столь же удачным, как и планомерный научный результат. Опять-таки, можно минутку, чтобы уже мимо не проходить. И главная проблема занятия у вас, и способы деятельности педагога, они судно предметные. В данном случае, вот, хотелось бы немного слышать главную проблему занятия не с позиции, там, у кого это химия или еще чего-то, а именно с точки зрения того, каким способом педагогическим достичь поставленных целей. То есть педагогическая должна быть цель. Способы деятельности педагога, что это за способы? Понятно, что вот это вы все будете использовать, это предмет, и в равной степени, как и предыдущий пункт, это скорее предметное средство для достижения педагогической цели. А способы деятельности педагога, это что? Это беседа та же самая, да? Или это, не знаю, демонстрация чего-то. Это научный там какой-то или учебный эксперимент. То есть вот педагогическая должна здесь быть составляющая. Вопрос очень хороший, и постараюсь ответить так, на все пункты этого вопроса. В частности, когда речь идет о создании крема, мы будем непосредственно демонстрировать, то есть как с помощью использованного оборудования можно получить крем. И вот одна из задач сформулирована на экране, то есть это поиск оптимального соотношения, вот единица к x, y, z, при том, что преподаватель продемонстрирует, может быть, не очень удачное сочетание один к одному и к одному. То есть вот все компоненты в разных пропорциях. Вот теперь, если посмотреть виды деятельности педагога, то они окажутся разными по ходу занятий. Вот мы постарались рассчитать занятия длительные 120 минут. Это именно такое занятие представляет и себя лабораторная работа у нас. Соответственно, вот цели полагания, то есть там, где мы проводим мотивационную часть, то есть вот она занимает 5 минут, и подходы могут быть разные. То есть вот для таких, может быть, общих рекомендаций, я бы сказал, что мы с точки зрения цели полагания отвечаем на вопрос, а каким образом мы совершаем в жизни выбор, то есть в той или иной области. То есть это вот проблема, совершить правильный выбор при большом числе вариантов реальной задачи, многофакторный анализ такой делай. Вот дальше мы эту задачу сводим в конкретные проблемы. Конкретная проблема, постановка, она звучит примерно так. То есть что такое идеальное решение, вот какой крем, вот а кремами мы пользуемся в самых разных областях, как причина от косметологических и заканчивая медицинскими. И какой крем является наилучшим? Даже вот выбор в магазине, если мы придем, то есть вот как мы можем решить эту задачу, решила ли она на сегодняшний день. Мы однозначно говорим, что эта задача не решена, и скорее всего не будет решена даже в этом благодаренном будущем из-за большинства вариантов, которые есть. И студентам предлагается попытаться решить эту задачу. И более того, возможно, выход из такого занятия будет крем, который студенты смогут затем продвигать далее. Поэтому постановка задачи, она связана с возбуждением их интереса к деятельности, к этой лабораторной работе. Вот абсолютно правильная в данном случае постановка проблемы, то есть это создать такой крем, который в общем-то сможет отличать особенностям самого студента. То есть вы сейчас сформулировали, ее просто нужно было записать очень коротко, одним-двумя предложениями. В чем проблема? Проблема выбора того или иного крема. Если говорить о математике, многофакторный анализ, то это бежит все равно за скобками конкретно химического соберания, в данном случае, материала. Это тот арсенал, с помощью которого вы будете просчитывать, что-то оценивать. А проблема в данном случае, это занятие по химии, да, это? Да. Занятие по химии, создание там оптимальной структуры крема, и вот, вы уже все грамотно сказали. То есть я к чему говорю, что при таком подходе надо четко определять проблема с позицией педагогики, как занятия провести, дальше выбор средств, способов деятельности с точки зрения преподавателя абсолютно педагогически, а вот уже здесь, через постановку проблемы, дальше идет вполне химическое наполнение, изучение реального образовательного объекта. Это может быть задание, которое исследовательского типа, но тогда так и должно звучать, что не существует единого какого-то подхода, к тому-то и тому, что каждый может выступить, в данном случае, создателем своего крема, и вот предлагается то-то, то-то сделать, насколько я понимаю, да? Тогда вот это вот действительно. И у каждого будет получен на выходе свой конкретный рецепт, и химический состав того или иного крема. Замечательное задание, которое еще, если это и возможность для студента выступить химическим технологом, и получить свой какой-то бренд, ну вообще, мне кажется, что это на уровне, так сказать, какого-то задания курсового. Можно сказать, для кого этот крем или что? Ну да, в какой форме, совершенно верно. Вот любой продукт, если мы говорим о том, что студент изобретает свой крем, то тогда в самом задании нужно указать, совершенно верно, да, что это за крем, его область применения, крем для лица или крем для тела, для мужчин, для женщин, дневной этап. Для обуви. На черном. Да, вот, для обуви, совершенно верно. Пожалуйста. Ну то есть составить определенный, может быть, даже вообще маркетинг, какой-то арсенал информации для продвижения на рынок. А может быть даже действительно составить какой-нибудь рекламный текст про этот крем, который он разработал. Пожалуйста. Тогда мне было бы интересно такое создать крем. Тогда обязательно будем создавать. Ну вот мы видим, что 40 минут это как раз вот отведено на такую практическую часть занятия. И, соответственно, рефлексия 10 минут это там, где преподаватель, ну, во-первых, преподаватель на эти 40 минут ни в коем образом не выключается. То есть это означает, что он помощник и консультант. И в том числе человек, который где-то рассказывает о как подходили к решению возникших проблем и какие шаги могут быть. То есть мы должны, то есть, по крайней мере, сопровождать этот процесс. И рефлексия, рефлексию мы, по сути, подводим итоги занятий. Эти итоги обязательно должны стать двусторонними. То есть, с одной стороны, студенты должны пытаться оценить себя и действия своих коллег, а с другой стороны, они обязательно должны попытаться оценить, в том числе, действия преподавателей. Поэтому, ну, вот одну из форм, которую мы предлагаем или обсуждаем, это оценка преподавателю за время, проведенное на занятии. То есть оценку должен поставить не только преподаватель, а студенту. И здесь шкала оценок, она приведена. Но оценку должен получить и преподаватель для того, чтобы, ну, по крайней мере, может быть, точнее понимать желание и потребности группы, сидящей перед ним. Все-таки вот образование, оно должно ответить. Отвечать на вопрос, что оно нужно самому студенту. Действительно, они должны быть нужными и полезными, кстати. И, ну, вот оценки, я не буду комментировать, они здесь показаны. Вот я единственное обращу внимание на контрольно-оценочное задание. То есть это способ или попытка вот эту работу не прекратить. Да, то есть попытка, чтобы эта работа продолжилась за стенами университета, его деятельности, особенно, если были получены интересные результаты. Ну и вот мы показываем, что те компоненты крема, которые были основой нас и получены были крема с этим конкретным составом, можно расширить. Причем расширить в обе стороны. Расширить как в сторону дороговизны, так и в сторону удешевления продукта, в сторону вот конкретных применений. То есть вот это задание, оно уже не будет оценено по шкале 10-балльной, то есть оно будет оценено на зачет буквально. То есть, ну я не знаю, возможно, бонусные баллы, вот по крайней мере, я в своих курсах это практикую, то есть при условии, если есть продвижение реального продукта, если есть движение, которое выполняет студент дополнительно к поставленным целям, зачастую мы даже не можем прогнозировать действия студента после этого занятия. И зачастую они приходят и говорят, а я вот взял и опубликовал там статью по теме этого исследования, еще что-то, то есть это обязательно поощряется. Вот по этой части у меня все. Хорошо, спасибо. Я по этому заданию... Нет, нет, это вот первое задание, да. То есть у нас два задания. Существует изучение реального образовательного педагога. Потому что знакомство с культурно-историческим аналогом 40 минут, это демонстрация, это сравнение. Вот я сделал, вот преподаватель показывает ролик, презентацию, существуют какие-то там крема, таких-то фирм, корпорации, в них вот такие-то и такие-то свойства. Но у меня сомнения с точки зрения вот даже лабораторного самого опыта, за 15 минут изучить это просто иногда элементарную вязкость с помощью там вискозиметра ее невозможно. Именно за 15 минут сделать. Для этого надо объяснить, что это такое и как это. Тем более формулы использовать. Другое дело, выиграло ли бы ваше задание, если бы вы его сформулировали, вот так сказать, в форме задания заранее студенту, они бы его выполнили, а потом целую пару отвести на то, чтобы его в общем-то с разных сторон посмотреть. И в конечном итоге второе задание составит, ну, например, свой какой-то маркетинговый вот паспорт для продвижения дальше на возможном рынке. То есть первая часть это экспериментальная, вторая часть это презентационная часть. Потому что, ну, скажем, из моего опыта за 15 минут можно создать что-то, тем более... Крем может. Не, ну, не осмыслить, что это получилось. Да, изучил, потом вольт. А сделать его можно. Явно сделать, слить одно с другим. Понятно, можно за 15 минут, что дальше? Ну, я скажу так, не судите строго, да, то есть это первый опыт, но... А мы строго не судим. Вот, поэтому с этой точки зрения понятно, что форма занятия может быть видоизменена. Вот вы уже озвучили, что это может быть в рамках курсового проекта. То есть у нас есть контролируемая самостоятельная работа. И мы сказали, что это работа практическая, поэтому, как правило, практическая работа призвана закрепить полученный результат. Это означает, что теория вискозиметра уже была рассказана, скорее всего, на лекции, формулы были привидены. То есть речь идет о практическом освоении формул, методик, оборудовании в рамках лабораторной работы и показать, что все это имеет реальный смысл. То есть вот это действительно нужно. То есть знания, которые получают студенты, в том числе иногда может быть и на скучных лекциях, но они имеют прямое воплощение в реальной жизни. И да, вы здесь, опять же, абсолютно правы создать за 15 минут крем, зачастую это кажется шуткой или игрушкой. Но с точки зрения повышения вот такого КПД жизни или КПД действий, коэффициента полезного действия, то оказывается, что если мы вдруг смешали крем и за 15 минут получили наилучшее решение, наверное, это тот фокус, который ранен чудом. Вот, поэтому многие могут долго стараться и создать крем, а мы способны вот зачастую просто предложив удачные компоненты, да, то есть вот это уже где-то может быть такой труд преподавателя, который студент будет не виден. Предложив вот очень простую методику, тем не менее, получать результаты даже просто на лабораторных работах, сравнимые с лучшими результатами, которые вы видели в магазине. Вот здесь в данном случае, во-первых, мы здесь не судим абсолютно. Понятно, что все мы учимся, вот каждый день, каждый час, каждую минуту, это не пустые слова. Вопрос в другом, что здесь действительно эмистика есть. Почему? Потому что студенту предлагается создать принципиально новый продукт, который нигде еще до этого не был создан. Причем создать продукт свой не только предметом, методом по химии, но еще, насколько я понимаю, осмысленный, разложенный по полочкам с точки зрения его привлекательности, перспективности на рынке, где очень непростая, наверное, ситуация. И даже если это задание идет как послеэлекционное задание, на которое вы предоставляете теорию и прочее, прочее, все равно это задание претендует на эмистичность. Есть и другой вариант, но, правда, наверное, с другим заданием, с другой уже темой. Когда бы вначале на практике вы бы предложили студентам исследовать какие-либо свойства, возможно, да, вот, преемственности занятий, исследовать какие-либо свойства того или иного крема, скажем, изучить там понятие вязкости, жидкости, научиться вот каким-то вещам до того, как вы дали лекцию. А вот следующее вот это задание, оно бы являлось бы уже таким следующим шагом в цепочке непрерывного создания студентам своего. То есть лекции, конечно, нужны. Мы столкнулись на предыдущем примере, но нельзя математику все переоткрыть, надо просто иногда дать в качестве формулы, дать в качестве какого-то закона, закономерности какие-то сведения. И это абсолютно будет нормально, потому что всей жизни не хватит на переоткрывание нового. Но выбирать какие-то опорные узловые темы для того, чтобы студент даже в таких естественно-научных дисциплинах физика, химия, биофизика раскрывался и создавал что-то свое, причем не просто создавал по указке учителя. Вот очень частое заблуждение, когда подается задание в какой-то такой развлекательной форме, интересной форме. И вроде бы студенту интересно, но преподаватель знает заранее, к чему студент приходит. Эвристика здесь не пара. Есть классические, я уже их называл, проблемное обучение, да, где тоже в очень занимательной форме даются какие-то трудности для студента с тем, чтобы он их преодолев, пришел к нужному результату. На самом деле, в данном случае, почему я говорю, что это эвристическое задание, потому что у каждого студента будет свой результат. Это уже не, так сказать, не ситуация ведущей и ведущей. Наравне происходит взаимодействие. А по поводу оценки студентам качества преподавателя, химия-то не имеет, как бы я так понимаю, никакого отношения. Но есть замечательная система менеджмента качества ПГС, преподаватель глазами студента, два раза в год. Замечательная вообще система. Кстати, она имеет очень хорошую, прочную связь с внешней средой, так как в целом работодатель оценивает непосредственно уровень подготовки специалиста. В данном случае, как заказчик на образование студента оценивает действия преподавателя. Понятно, что могут быть там разные суждения, но очень хороший способ. Даже очень строгий, но объективный преподаватель всегда имеет очень высокий зритель. Студенты тут не ошибаются. Ну, пожалуйста, дальше. Ну, вот вторая часть у нас. Вторая часть, она относится уже непосредственно к факультету радиофизики и компьютерной технологии. Также может быть отнесена к физическому факультету, математическим факультетом, преподавательной математики, механико-математический факультет. То есть это учебный предмет, интеллектуальный анализ данных. То есть мы показали, где у нас это излагается. То есть это на нашем факультете. Студенты старших курсов, то есть студенты четвертого курса. И такой же предмет есть для магистрантов, считается. Изучаемая тема – это нейронная сеть. Это один из новых способов оптимизировать процесс поиска экстремумов функций. И мы пытаемся применить эту задачу для как раз задачи оптимизации кремов. То есть то, что получили студенты, те оценки кремов, которые они получили на предыдущей лабораторной работе, а именно качественные оценки на основе собственных ощущений, измерений по приборам и некой интегральной оценки, которую мы выставили к каждой своему крему. Мы пытаемся теперь эту задачу формализовать и показать, как она может быть решена более научно и более строго. – Прошу прощения, давайте педагогику, чтобы здесь прежде всего звучало, в течение, если можно, 5 минут максимум. – Хорошо. – У нас есть еще какие-то группы. – Значит, остаемся мы опять же в проблеме выбора, ну а теперь привлекаем машинные методы или математические методы для принятия решений. Соответственно, задача еще ищем все то же – нахождение оптимального состава крема и совпадет ли этот оптимальный состав, с тем, как это оценивает человек. То есть, то, что мы используем в процессе обучения – мы используем компьютер, программные пакеты и, соответственно, среду разработки программного обеспечения, то есть программ. Понятно, что преподаватель здесь может быть даже более активен, чем на первом занятии, потому что больше объектов, которые нужно пояснить. То есть, объяснение понятия локальных и глобальных системов, конечно же, дается в рамках лекционного курса и объяснение алгоритмов также идет в рамках лекционного курса. Практическому занятию подразумевается, что они понимают, о чем речь и готовы участвовать в написании программ. Соответственно, задача студентов состоит в том, что они должны выявить важнейшие факторы, которые являются оценкой крема и выявить факторы, которые являются исходными данными для составления крема. И опять же, речь идет о том, что факторы первого типа и факторы второго типа являются производными. И студенты произвольно выбирают. Возможно, кого-то интересует оптимальное сочетание цвет, вязкость, плотность, запах. А кого-то, возможно, все это не интересует, интересует только один параметр впитываемый схожий. То есть вот задачи студенты способны поставить по своему усмотрению. Так как у нас на входе количество комбинаций, количество параметров для оценки превышает 10, то и соответственно количество комбинаций на входе в эту задачу многофакторное. Мы допускаем большое число и входящих параметров, и корректирующих параметров. Но тем не менее, надо освоить вот эту технологию применения нейронных сетей для нахождения оптимума по заданному направлению. Соответственно, студенты пишут программу, ищут оптимальное решение по своему вектору, по вектору, который задали они. И соответственно, вот опять же, там основные этапы мы показали, рассчитанные на 120 минут, то есть основную работу мы оцениваем в 40 минут. Мотивация здесь связана с тем, нужно это или не нужно. То есть вот нужно ли выполнять эту работу. И мы показываем, что процессы прямого перебора всех вариантов, как зачастую решаются, эти задачи решаются технологически приводят к неоправданно высоким временным затратам. Мы способны получить математически точные решения столь же быстро, как при случайном попадании. То есть вот эффект оказывается столь же большим. Функции контроля фактически показывают степень освоения вот этой технологии. Практика показывает, что не все за одно занятие это освоят. И мы здесь на самом деле хитрим, указывая, что вот одного занятия окажется достаточно, недостаточно, то есть вот задача достаточно сложная. Но при этом мы вот часть работ такого типа обязательно выносим на дне классной работы. Это означает, что если студент улучшит свои результаты за пределами класса, то вот оценка будет получена в соответствии с этой шкалой и позже. То есть оценка выставленных на занятии не является. Хорошо, спасибо. Вопросы давайте. Смотрите, образовательные продукты содержат примерно 200-300 строк кода. Но специализированные программные продукты для создания нейронных сетей, вот выясняется, что код, который им надо написать, ну примерно 20 строк кода. Это очень небольшое. Нужно чуть-чуть сообразить, выбрать алгоритм, выбрать вот эти параметры. То есть там задача вот такого подготовительного характера, но непосредственно код программы очень небольшой. Поэтому можно уложиться в это время? Да, можно. То есть вот при такой плотной работе, наверное, преподавателя, который может быть сократит время обработки информации внешне. То есть вот подаст в виде методичек или вот каких-то сопутствующих ресурсов в виде слайдов уже команды, которые должны быть положены в основу, обязательно будут показаны примеры кода, это практикуется. Либо же все-таки его через вот такую вот предметную деятельность или даже межпредметную деятельность подводят к тому, чтобы он пришел к пониманию необходимости делать так, как это уже известно. Создает ли студент уникальный продукт, которого вообще в природе нигде нету с точки зрения предметов или нету? Если позволите, я перефразирую ваш вопрос, может быть, несколько, пожалуйста, плоскость. Будут ли результаты студентов в группе подобны по алгоритму? Вполне возможно, да, процентов на 70-80. Является ли полученный ими результат, обладает ли он научной новизной? Нет. Способны ли студенты найти аналоги этих программ в сети, либо еще где-то? Нет. То есть эта область достаточно новая, она современная, поэтому, к сожалению, вот у них не будет вот такой сторонней помощи, ну или счастья, сторонней помощи. Да, поэтому продукт, вот решения на основе вот тех данных, которые будут предложены, они будут абсолютно оригинальными. То есть вот эта часть будет абсолютно... Вот, тогда у меня небольшое или очень большое пожелание вот все-таки переработать вот первое задание и второе с позиции, во-первых, вот восьмой основной этапы занятия, чтобы вы не на словах вот рассказывали, а чтобы это был текст для студентов, например, так, способы задания, целеполагания, постановка проблемы, изучение объекта в виде задания, вот в кавычки открываем, 4, 5, 6 предложений, что надо сделать студенту. То есть вот считайте, что вы создаете часть практикума своего. Вот это должно быть прописано. Если знакомство с культурно-историческим аналогом, способ взаимодействия с этим аналогом, это сравнение, чтение книжки, демонстрация, групповое обсуждение, да, вот как-то так, или там приборная какая-то деятельность, там, на сциллографе или еще где-то. Вот когда это будет уже законченный вариант? Потому что на сегодняшний момент я вижу только основные пункты, вы комментируете это. Понятно, что вы прорабатывали теми, но заключенного продукта я не вижу. Возможно, если бы это было продемонстрировано, сразу было бы понятно, это все-таки вот обычное занятие, или же вы здесь используете определенный метод для конструирования какого-то нового вида деятельности для студента. Конечно, может быть, еще раз повторю, научной новизны здесь нет, мы не преследуем создать открытие на уровне мирового открытия. А вот если студент создает свой уникальный продукт в виде там, тем более, меж каких-то предметных вещей, при этом он, возможно, осваивает лучше способы программирования, либо изучение неродных сетей. Конечно, это юристическая деятельность. Но для того, чтобы это оценить, надо бы все-таки четко прописать, потому что пока это набросок эскиз занятий. Добрый день, уважаемые коллеги. Андрей Дмитриевич, мне кажется, что Польша подготовила свое юристическое занятие. Сейчас у нас будет презентация. О, это уже видно. Хорошо. Видно презентацию, да, Юлия Чистофори. Эгоистическое занятие мы подготовили по дисциплине обществоведения для первого курса отделения на основе общего базового образования, то есть, если на уровне лиц, это 10 класс. Изучаемая тема социальной сферы общества и демографические процессы, тема занятия «Проблемы современного общества, миграция, беженство, незаконная миграция и интеграция миграции». Цель преподавателя – создать условия для понимания учащенности и содержания интеграционной политики, сформировать широкое представление о неоднозначности проблем миграции и беженства, создать условия для творческой деятельности учащихся и повысить интерес и мотивацию учащихся в предметном общественном. Первая цель, если можно, минутку. Первая цель абсолютно у вас репродуктивная. То есть, создать условия для понимания того, как правильно понимать или неправильно понимать, она традиционная. Все должны четко знать сущность интеграционной политики. Можно это, конечно, отдельно прописывать, но, мне кажется, можно объединить несколько пунктов целей. Например, не просто создать условия для творческой деятельности учащихся, а, например, создать условия для разработки каждого учащихся своего собственного, не знаю, продукта в данной теме. Тогда будет понятно, что есть некая деятельность ученика, юристическая, творческая, в результате которой он приходит к созданию своего непосредственно образовательного результата продукта по данной теме. А если вы тем более знаете, на что направлено задание, тогда можно сразу и прописать, что учащийся разрабатывает, например, свое предложение для того или иного кодекса, или же задание, скажем, предложить какие-то способы решения тех или иных, может быть, конфликтов в этой миграционной среде. Ну, пожалуйста. Давайте дальше к заданию. Давайте к заданию, да. Главная проблема занятия – это генерация своей стратегии по интеграции мигрантов, принимающих общество. Так. Круг реальных объектов в действительности, предлагаемый для изучения – это миграция, бежество, интеграция. Ну, так как в связи с Вашими замечаниями можно, конечно, здесь выделить только один круг реальных объектов, это, в принципе, миграция. И это уже все остальное вытекает. Совершенно верно. Миграция, да. То есть, мы тут уже учитываем. Способы действия и деятельности педагога по отношению к выбранному кругу реальных объектов. То есть, преподаватель контролирует дискуссию, направляет в нужное русло, дает возможность каждому учащемуся высказать свое мнение. Мы подчеркиваем, что важно научить учащихся слушать друг друга и аргументировать свою точку зрения. Далее. Непосредственно само задание учащихся и тезисные варианты их выполнения. Задание учащихся следующим образом. В настоящее время мы часто сталкиваемся с резко-негативной оценкой миграции и беженства. Но порой люди приобретают этот статус вынужденно в результате боя, терактов, политических репрессий, природных катаклизмов, безработицы, нищеты. Представьте, что вы относитесь к одному из четырех лагерей. Правительство, местные жители, мигранты и беженцы. То есть вот выделили основных четыре лагеря. Какие конфликты могут возникать между вами? И естественно для студентов предлагается выработать свой вариант решения этих конфликтов и оформить результат в виде таблицы. Вот можно сразу вопрос. Основной предмет вашего задания, он психологический или же к какому предмету? К обществоведческий. К обществоведческий, да. То есть здесь как и конфликтология, и все предупреждения это фигурации, и то есть все ключевые рамки. Понятно. А вот смотрите, у вас очень интересная действительно задумка, хорошая, креативная. Но как бы я поступил, будучи студентом вот колледжа? Я бы взял бы, вбил бы в Яндекс способы решения конфликтных ситуаций или стратегии решения конфликтных ситуаций. Получил бы пять ключевых стратегий, там, исход, компромисс, сотрудничество и прочее, прочее. Взял бы, просто где-то вот поставил бы. Я был бы прав или нет? Нет, в том-то и дело, что тут сами студенты играют роль либо правительства, либо роль местных жителей, либо роль мигрантов или веженцев. То есть мигранты, студенты, они вживаются в роль, и потом они уже относительно с трем оставшимся сторонам ставят в нем вопрос, то есть конфликт, который может возникнуть в обществе, в принципе, по отношению допустим, мигрантов с правительством, и уже сами вырабатывают свой какой-то ответ на эти конфликты. Понятно, спасибо. Уровень вживания в этом. Понятно, спасибо. Тогда вам нужно, в принципе, вот какие конфликты могут возникнуть между вами, тогда задание чуть переформулируйте. предложите, исходя из типов, или, может быть, сформулируйте, какие типы конфликтных ситуаций могут возникнуть между вами, между этими четырьмя типами, да, вот выделенных субъектом, и предложите свои собственные варианты, только не психологические, а, может быть, юридические, да, вот как-то варианты решения этих конфликтов. Дальше, рефлексия, фразеологизм или пословица. Учащийся предлагает выбрать фразеологизм или пословицу, которые характеризуют их работу на сегодняшней занятии. Варианты предложения. Один нужно выбрать или можно несколько? Можно выбрать несколько. Даже можно предложить свой вариант. То есть, что там ощутило тебя учащийся на этом занятии? Вкладывал душу, шевелил мозгами, работал с огоньком, либо вот хлопал ушами. Креативно точно, но не полно. Форма контроля и оценки результатов занятия. Оценка. Главное, мы подчеркиваем, что нужно оценить не стандартность подхода к рассматриванным управлению, уровень творческой самореализации и способность к самоорганизации учащихся, а также их умение создавать гипотезы. И приводим дальше критерии оценки ответа. То есть, ответственность баллами. И последнее задание – это контрольно-оценочное по определению уровня компетентности обучающихся. То есть, оно может быть вынесено как бумажное задание написания эсэросутивния на тему «Я иммигрант», в котором учащице необходимо описать воображаемый опыт иммигранта, приехавшего в Беларусь. Какие бы эмоции он испытал, с какими трудностями он мог столкнуться на этом вопросе, и так бы он их преодолевал. То есть, кто же здесь может подойти с юридической точки зрения? Спасибо большое. Занятие, которое Вы разработали, несмотря на некоторые аспекты, всегда можем где-то что-то подштриховать, но вообще оно выглядит очень хорошо оформленным, самое главное, достаточно понятным по видам деятельности. И контрольно-оценочное задание у Вас очень на хорошем уровне. То есть, действительно, много чего можно там написать. Я думаю, это не только задание может быть использовано для первого курса юридического колледжа. Спасибо. Хорошо. Гродненский университет. Здравствуйте. Слышно нас? Да. Добрый день, уважаемый Андрей Дмитриевич. Добрый день, участники семинара. Мы подготовили презентацию, открытое занятие по дисциплине истории и методологии математики. В нашей рабочей группе были преподаватели, естественно, научного цикла дисциплины. И модельнатором являлась Ванькова Татьяна Николаевна. К сожалению, по уважительным причинам ее пришлось заменить. И докладная будет Гравитина Юрьевна, поцентка федерации экономики управления на предприятии. Наше открытое занятие было подготовлено по дисциплине история и методологии математики и информатики. Предполагается, что данное занятие будет проведено для студентов четвертого курса в рамках раздела в рамках раздела «История развития математического образования в Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы». Содержание подготовки студентов по специальности математика является непосредственно темой данного занятия. У нас задание было усложнено тем, что необходимо было разработать открытое юристическое занятие непосредственно в связке с одной из тематик, предложенной нашему университету, как 1978 год в истории страны, университета и семьи. Мы, насколько это было возможно, полно попытались реализовать данное задание. Название занятия следующее – от института к университету 3.0. Напомню, что именно 1978 год непосредственно связан с присвоением нашему Гродненскому госуниверситету имени Янки Купалы статусом университета. Итак, цели и полагания. Мы предлагаем студентам осуществить цели и полагания в виде следующего задания. Озбучить то, что подходит к окончании ваше обучение, так как на первом ступени получения высшего образования в университете. И посредством триады вопросов предлагается студентам провести рефлексию своего обучения в университете. Это триады вопросов, известное «что, как и почему». При этом цели педагога заключаются в следующем. Это развитие информационных, коммуникативных, учебно-познавательных компетентностей, формирование умения анализировать содержание образовательных программ и постановка собственных целей, повышение мотивации к обучению, а также рефлексия. Хотелось бы отметить, что данный курс, а именно «История и методология математики», он предназначен для студентов четвертого курса, и непосредственно данное занятие, разработанное, оно является одним из последних в данной дисциплине, поэтому предполагается, что некоторые знания студентами уже получены, причем в рамках управляемой самостоятельной работы, до того студенты знакомились с историческими материалами по курсу. Главная проблема занятия – это образовательные компоненты подготовки математиков-педагогов. Объеком действительности является учебный план специальности математика. Одно из первых заданий, которое предлагается студентам, в рамках него необходимо разделить группу студентов на две подгруппы по 12 человек. При этом преподаватель просит студентов представить, что они являются членами Координационного совета по подготовке кадров факультета математики и информатики. Причем, особенностью данного задания является, что одна из групп представляет Координационный совет 1978 года, простите, вторая группа – Координационный совет 2018 года. Задание следующее. Студентам необходимо описать состав Координационного совета в соответствии с указанным периодом. При этом указать, что в данной группе должны быть три представителя математических научных школ университета, два представителя руководства университета, два представителя студенческого самоуправления, пять представителей организации заказчиков кадров. Необходимо обосновать выбор. В дальнейшем каждый студент представляет в работе Координационного совета интересы соответствующего участника, что определяет способы его деятельности в процессе выполнения заданий. Контрольно-оценочное задание – это следующий этап проведения открытого занятия, и он предполагает самостоятельную работу каждого студента. В рамках данного задания необходимо разработать собственный перечень дисциплин для учебного плана специальности математика для набора 2019 года. При этом необходимо заполнить таблицу, проражировав дисциплины по степени значимости для каждого студента в каждом блоке. Предлагается все дисциплины разбить на три блока. Это социо-гуманитарный блок. При этом необходимо там указать не менее трех дисциплин. Основной профессионально ориентированный блок не менее десяти дисциплин и дисциплина будущего, которые должны включать не менее пяти наименований. Дмитрий Дмитриевич, простите, пожалуйста, мы еще продолжим. Это это задание или нет? Да, это это же задание. Кроме того, простите, у нас технический сбой произошел. После того, как студентам было предложено разделиться на два координационных веков 1978 и 2018 годов, необходимо было также, им предлагается содержание образовательных программ по специальности математика за разные периоды, то есть за 1978 год и за 2018 год. Каждой группе необходимо проанализировать данные содержания образовательных программ, выделить дисциплины социокуманитарного цикла, обязательного и вариативного цикла и внести предложение по изменению содержания, количества дисциплин и их трудоемкости в каждой из выделенных блоков. Причем необходимо также обосновать предложенные изменения и представить результат работы координационного совета в виде таблицы, содержащей основные блоки. Это вот как раз та таблица, о которой я сказала немножко раньше. Вот представленная таблица. Это следующая часть задания. Мы предполагаем, что результатами данной работы будет обоснованный и аргументированный учебный план и предлагаем ряд критериев оценки. Это аргументированность, обоснованность используемых критериев выбора учебных дисциплин, установление причинно-следственных связей в образовании при аргументации, оригинальность предложенного варианта решения проблемы и новизна предложенного варианта решения проблемы. После чего студентам предлагается домашнее задание. Задание заключается в следующем. Нужно найти среди своих родных, знакомых, преподавателей факультета, выпускника Гродненского госуниверситета имени Анты Купалы, 80-х годов, взять у них интервью, в котором выявить три основные отличия в системе подготовки математика-педагога в размагаемых периодах. Причем данное интервью необходимо представить на форуме и оценить результаты коллег, поставив лайки, понравившихся проектам, а также прокомментировав их. У нас все задание. Спасибо за внимание. Спасибо. Идея задания понятна. Насколько реалистично его выполнить за одно занятие? Но предполагается, что определенное знакомство с культурно-историческим аналогом уже проводилось студентами, то есть они исторический аспект развития, уже знают, но час-двадцать мы предполагаем, что данная работа может быть пройдена. Я сомневаюсь, что все-таки за час-двадцать это можно сделать, исходя из видов даже деятельности, в общем-то, педагогов на занятии. Но, в принципе, сама идея очень глубокая, хорошая, почему я и говорю о длительности. Его, наверное, на два занятия уж точно надо разбивать. Может быть, даже как раз на самостоятельную работу студентам дать возможность представить себя в качестве заказчика кадров 78-го года и 2018-го года, то есть формулировать от них основные пожелания и требования. То есть вот само задание изначальное, оно, на мой взгляд, должно носить более суженный предмет. А объем у вас, ну, несколько большой. То есть я, выполняя это задание, я бы, например, не видел, а что мне надо делать. То есть, во-первых, состав координационного совета, может быть, состав, он регламентируется нормативно-правовыми актами, и это то, что сейчас, ну, не ноу-хау, а требования для вхождения представителей заказчиков в совет. То, что было в 78-м году, это совершенно разные вещи. Но там тоже могла быть своя, скажем, нормативно-правовая аргументация. Это чисто вопрос истории, ее надо знать. А вот если бы вы сформулировали, например, предоставить каждому заказчику кадров свои требования к учебному плану и сравнить все 40 лет назад и сейчас, то совсем другая была бы история. Вот какие требования вообще к подготовке специалистов, математиков были 40 лет назад? Но именно из этих рассуждений мы ввели в состав координационного совета представителей предприятий и организаций заказчиков кадров. Я же понимаю, к чему все это клонится, что предприятия, вы думаете, раньше не было предприятий заказчиков кадров, как они были другие... Вот именно с той точки зрения, что они предъявляют определенные требования к студентам и к будущим выпускникам. Ну вот еще раз повторю, мне не хватает более лаконичного, суженного такого, суженного по предмету задания, вот самого вот этого первого задания, прошу простите за тавтологию, потому что как-то все объемное. А вот последнее задание очень действительно хорошее, но оно объемное. Сравнить учебные планы, это отдельная тема, я думаю, что это вообще какая-нибудь, скажем, финансируемая из американского бюджета научная тема. Вот, потому что отсюда очень много чего вытекает. То есть вы действительно хороший, подняли глубокий такой класс вопроса, но в рамках одного занятия, наверное, он не решается. Может быть, это курсовой проект, вот на вскидку. Тогда это да, действительно интересно. Или два-три занятия. Давайте мы послушаем историков здесь присутствует. Пожалуйста, как считаете, Алина, да? Мне вот, например, очень понравился контроль вопрос о том, что они предоставят блог основных действий. Вот сейчас, когда мы все-таки стремимся в баллонских стилях образования, где большое количество курсов по выбору, вот это вот прямо глаз-алмаз называется, потому что сразу предоставляется готовый перечень продуктов. Мы, например, на историческом факультете, как на других, я думаю, всех факультетах, у нас есть спецкурсы, курсы по выбору. И в конце каждого курса мы проводим анкетирование. Напишите, кроме этого курса, хотя бы 10 дисциплин, которые бы вы хотели бы, чтобы вам прочли. Учитывая, пытаемся, конечно, не в 100% случаев, мы не все можем учесть, но хотя бы 2-3 внедрения на курсе у нас ежегодно появляются. Мы пишем новые программы и так далее. И помогает в этом как раз вот такой соцопрос. Поэтому, мне кажется, когда собираются отпраздновать дату, это хороший способ узнать вообще мнение студентов, для того, чтобы последующему поколению было не скучно. Понятно. А еще какие-то вопросы, предложения? Да, пожалуйста. Мне очень понравилась идея. Может быть, конечно, очень далеко копнули, в 78-м годах, да? Вот у нас на факультете ФРСК у нас был интересный прецедент. В этом году у нас студент-заочник сделал дипломную работу, которая была посвящена как раз анализу учебных планов при эффективности тех дисциплин, которые преподавались. Потому что у нас дисциплина новая, связанная с управлением проектами. И у нас только-только появились выпускники. И одно дело, это оценка студента или там кого-то, кто только что закончил мероприятие, как вот известная модель Кирпатрика, она предлагает еще посмотреть спустя какое-то время, как это пользуется. И мы сделали очень интересный ответ, как мы получили около 50 человек, прошу вопрос, но у нас не такие большие выпуски. Но, тем не менее, мы уже получили очень хорошую обратную связь по тем дисциплинам, которые были, и по блоку дисциплин специализации, и по всем, да. Были интересные, которые используются непосредственно на работе, но в том числе еще и выявили тот блок, каких знаний им не хватает. И, в принципе, действительно, это, наверное, не просто даже в задании или там научно-исследовательская работа, это по-хорошему должен быть просто, наверное, постоянных действующих функционалов, учреждений, образований, чтобы оно отслеживало эффективность ведущихся учебных программ и системы подготовки специалистов. А идея классная, но 78-й год, конечно, жесткая. Спасибо, а вы, кто на вас меня делаете? Хорошо, спасибо. Спасибо. Чесать, в кавычках, с точки зрения все-таки понимания, сколько времени оно требует для выполнения. Я сомневаюсь, что его можно выполнить в рамках одного и даже двух занятий. Может быть, это более развернутое, может быть, на самостоятельное какое-то выполнение, там, 4 часа выделить в учебном плане, да, в учебной программе. И дать как раз-таки первое основное задание, это вот именно проанализировать основные какие-то вещи, связанные с позицией заказчика кадров тогда и сейчас. А уже очное сделать вот ваше второе задание, совершенно хорошее, где можно было бы воочию сравнить содержание учебного плана и что это за различие, в чем оно. И обязательно вот не хватило, мне, например, не хватило еще вывода, а что же делать дальше? Вот какие ваши, может быть, рекомендации составцы для разработчиков сегодня учебных программ, планов, там, НИО, например, да, с точки зрения подготовки, там, учителей математики. И тогда это было бы полностью долгоиграющее, хорошее исследование на стыке предметов разных, которое имело бы очень хорошую практическую значимость. Спасибо большое за рекомендации, Андрей Дмитриевич, обязательно их учтем, там, непосредственно в рамках данной дисциплины имеется возможность как раз-то некоторые часы на УСР вынести, поэтому четыре часа на управляемую свидетельную работу, поэтому я думаю, что это вполне возможно и реально. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Спасибо.